Юрий Иванович, естественно, сегодня, 12 апреля, наш разговор не может начаться с поздравления. Ваш адрес, адрес всех, кто работает в космической отрасли, ну даже шире, всех, кто так или иначе причастен к этой сфере деятельности, с Днём космонавтики. Хочу пожелать всему огромному вашему коллективу успехов в освоении космоса. Мы всё время говорим о том, что это чрезвычайно важно для нашей страны, для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня, требуется народному хозяйству. Это требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны. Там много очень компонентов абсолютно живых, востребованных сегодня для развития России. Поздравляю вас ещё раз и желаю всего самого доброго. Но, разумеется, праздник праздником, но мы должны, если уж встретились, поговорить и о состоянии отрасли, и о перспективах развития на ближайшие годы. В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность. В прошлом году где-то 224, что ли, миллиардов с небольшим, а здесь, а в этом году уже 251 с лишним. Выручка растёт. Ну и планы, конечно. Всех интересуют всегда планы России в этой исключительной отрасли. Пожалуйста, прошу вас. Ланяш, позвольте мне от всех работников ракетно-космической отрасли, от наших ветеранов, в первую очередь от космонавтов, искренне поздравить вас действительно с нашим народным праздником. Наша страна в лице гениальных учёных, конструкторов Циолковского, Сергея Павловича Королёва, наших космонавтов Юлисей Чьягарина, Алексея Архивыча Лёнова навеки вписали свои вина в мировую историю космонавтики. Действительно, всем россиянам есть чем гордиться. Но на нас лежит особая сейчас задача непростых условий не уронить то достоинство, которое всегда гордилась наша страна. Я готов вам рассказать о текущем финансовом положении сегодня в отрасли. Оно стабильное. Мы понимаем, куда нам двигаться вперёд. И особенно поделиться теми стратегическими планами по развитию многоспутниковой группировки. И особенно настало время детально обсудить вопросы создания российской орбитальной станции. Потому что по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 28-го года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывы в пилотируемой космонавтике. Эскизный проект должен быть готов летом этого года? Сегодня эскизный проект будет готов летом этого года. Но сегодня основные параметры и облик станции, этап её создания нам уже хорошо известны. И я в ходе сегодняшней беседы доложу вам об этом. Насколько я понимаю, одна из функций, одна из целей этой российской орбитальной станции будет заключаться в том числе и в том, чтобы готовить к реализации нашего плана по Луне. Абсолютно точно, Владимир Владимирович. Новая орбита, новая радиационная обстановка позволит нам углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности, для Луны программы. Это одно из преимуществ новой орбиты и нового построения будущей российской орбитальной станции.